Здравствуйте, мои дорогие! Как и обещала, делюсь с вами полезной информацией и новыми знаниями, полученными в школе для онкопациентов и их родственников, которая организована на базе МИДСИ. На самом деле, хочу сказать, что это полезная информация не только для пациентов, проходящих лечение, закончивших лечение, но также и для абсолютно здоровых людей. Поэтому с радостью делюсь. Сейчас тема «Образ жизни для онкопациентов». Первый блок этой темы – питание. Оно должно быть, сразу скажу, разнообразным. Не нужно себя ограничивать в каких-то углеводах, в сахаре, потому что еще в прошлый раз я говорила по поводу мифов, которые существуют. Это насчет сахара, насчет жиров, что можно употреблять, насчет витаминов и молочки. Ну, а теперь все по порядку. То есть не нужно опухоль морить голодом. Вы только замедлите выздоровление и, скажем так, ухудшите ваше лечение. Я, например, во время прохождения химиотерапии мела все подряд, ела по 5-6 раз в день, наела лишних 5 килограмм. Это и видно на моем лице. И хочу сказать, что абсолютно довольна. Все, не стала смотреть ни на весы, ни на то, что мне вещи какие-то стали малы. Для женщин должна быть тарелка 21 сантиметр, для мужчин 23-25. На тарелке должно быть, конечно, разнообразие овощей, это в большей степени, цельнозерновых, белков и фруктов. Ни в коем случае не садитесь ни на какие диеты, особенно на кето-диету. Это может даже спровоцировать кому, то есть необратимые какие-то процессы. Не морите свой организм, относитесь к себе бережно. Мой любимый блог – красота! Что можно делать во время химиотерапии? Можно ли делать маникюр, педикюр, красить волосы? Да, можно и маникюр, и педикюр, только чтобы он был не обрезной, потому что нельзя допустить обрезание кожи, чтобы раступила кровь. Потому что, во-первых, можно занести инфекцию, у нас снижен иммунитет в это время. И обязательно нужно поконсультироваться с врачом, получить анализы, результаты анализов и следить за уровнем тромбоцитов и лейкоцитов. Так что можно делать, да, не обрезной. Красить волосы можно или нет. Волосы в это время, они такие тоненькие, хрупкие, и им это не принесет пользы. Все остальное, все кремы, маски, гели, можно делать все. Только, скажем так, за исключением инъекционных каких-то процедур. То есть я ни на день не прекращала свое лицо сдабривать этими сыворотками, кремами всевозможными, ночными, дневными. Увлажняла кожу рук, тело, причем несколько раз в день, чтобы ручки оставались по-прежнему такими же молодыми. Желаю всем хорошего дня и, конечно же, красоты. Следующий блок – физическая активность и упражнения. Во время прохождения химиотерапии между процедурами нужно обязательно ходить. Те пациенты, которые лежат, и им даже тяжело переворачиваться сбоку на руку, потому что бывают действительно серьезные случаи, даже лежа в постели нужно обязательно делать упражнения руками, ногами, то есть совершать какую-то двигательную активность, чтобы запускать процесс лимфооттока и кровообращения лучшего. И как бы это парадоксально ни звучало, но только физическая активность избавит вас от слабости во время прохождения химиотерапии. Если вы в состоянии ходить, ну вам просто лень, вы себя жалеете, вы сидите дома, вперед, парк. Также показаны упражнения, пилатес, йога – это все идет на пользу и скорейшему выздоровлению. И поверьте, что я восстанавливалась достаточно быстро, то есть неделю мне было так немножко фигово, а через неделю я уже когда была так в ресурсе, я себя чувствовала, то есть прогулки в парке были даже после первого дня химии, а после седьмого там на восьмой, девятый, десятый день я уже могла пойти сходить в бассейн, поплавать, легкие на эллипсик ходить. Так что активность физическая приветствуется, рекомендовано. Следующий блок – лекарства. Во время прохождения химиотерапии наш организм, конечно, истощается ресурсами, поэтому его нужно поддерживать при помощи витаминов. Прежде чем принимать какие-то витамины, я проконсультировалась с врачом, моя врач сказала, что она предпочитает их не в комплексе, как вот бывает там комплевит, еще какие-то, а по отдельности. То есть я спросила, можно ли в моем случае мне принимать витамин Е, потому что я вроде как слышала, что в некоторых случаях у онкологических пациентов им витамин Е противопоказан. Сказали, что можно. АЕВИД. Также там фолиевая кислота В9 полезен. Но опять же, все рекомендации вашего врача вы должны соблюдать неукоснительно. То есть вы должны обязательно проконсультироваться с врачом и спросить, какие витамины вам можно принимать. Что касается БАДов. Почему онкологи с опаской и с недоверием относятся к БАДам? Во-первых, многие из них не сертифицированы, и они могут настолько войти в противоречие с теми химпрепаратами, которые вам вводят, что у вас может оказаться состояние вашего организма несовместимым с жизнью. Поэтому нужно сто раз подумать, стоит ли принимать БАДы или нет. И опять же, доверяйте своему доктору к лечению и восстановлению. Желаю всем здоровья и хорошего дня. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Что же делать с морем? Можно ли на море? Конечно, можно. Естественно, все в разумных пределах. Даже здоровым рекомендовано загорать до 11 часов и после заката солнца, потому что можно заработать меланомы, как кожа. Что касается онкопациентов. Вы должны с особой осторожностью, скажем так, относиться к солнцу. Наносить на лицо и на тело, на все тело крема с себе, фактором. Носить тонкую одежду, лучше белого цвета, которая не притягивает ультрафиолетового лучи. Загорать, даже купаться в море, не загорать, до 10 часов желательно, когда нет агрессивного активного солнца и после заката. Потому что солнце – это источник энергии, источник витамина D, источник нашего настроения. Море само по себе обладает волшебной, исцеляющей силой. Поэтому, ну как же без моря? Море – это класс. Можно ли нам сауну онкопациентам? Сауна не противопоказана. Но, опять же, не жаркая. Если вы сомневаетесь, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. А так желаю вам здоровья, красоты, любви, хорошего настроения. Ваша Елена Князева.